Ну, я вас всех очень рада видеть на вебинаре Литрес. Меня зовут Полина Гончарова, я комьюнити-менеджер Литрес, а со мной сегодня Стас Бобицкий, журналист, писатель, драматург, сценарист, и это ещё не всё, ещё продолжаю перечислять регалии, наверное, самые интересные. Стас владелец книжного издательства, одноимённого, собственно, и наставник литературной мастерской «Краткость и талант». Вот такой большой послужной список. Стас, всё ли так? Как получилось, да, всё именно так. Смотрите, как правило, в нашей творческой деятельности всегда бывает такое, что мы делаем что-то одно, а потом возникают какие-то параллельные потоки, если их осёдлывать, если ловить эту волну и на ней, как на доске для сёрфинга передвигаться, то можно много успеть. И вот, слава богу, пока успеваем. Супер. Так, ну у нас сегодня тема, заявленная довольно громко. Пять правил бестселлера. И я знаю, Стас, что вы всё-таки их подготовили, действительно готовы поделиться ими, но, возможно, для начала есть смысл немножко о себе тоже вкратце рассказать. Почему же вы знаете, что такое бестселлер? Ну, потому что серия книжек про сыщика Мармеладова, опять же, фу-фу-фу, да, полнится бестселлерами. И могу сказать, что за последние 4 года мы выпустили 200 книг, из которых, ну, наверное, книжек 30 точно попали в списки хороших бестселлеров. И я могу сказать, что здесь мы воспринимаем бестселлер как лучшие продажи. Ну, то есть мы идём прямо по американской кальке в своих нишах, в своих направлениях. Эти книжки показывают отличные результаты. Больше того, выпускаем аудиоспектакли, которые прекрасно воспринимаются на радио. То есть мы расширили влияние не только на книжечки, которые в привычном виде, но и вообще на всё, что с ними делается. Даже настольные игры выпускали по компьютерной игре, которая сделана по нашей книжке. Ну, в общем, такая сложная система. И всё востребовано. Вот востребованность разных продуктов, как ни странно, она базируется на одних и тех же правилах. И эти правила действительно опытным путём вывели. И просто прямо сейчас готов про них рассказать. Для того, чтобы совсем было проще запомнить, знаете, многие люди любят какие-то такие аббревиатурные системы, чтобы вот там на каждую буковку, там 5В или что-то такое. Вот я предлагаю, чтобы совсем проще было пройтись по системе моего имени. Стас, вот это будет открытие к бестселлерам. Буква «С» в этом смысле скорее супергерои. Причём супергерои не в смысле люди, которые бегают в трико по городу и спасают всех. Супергерои в смысле проработки. Как правило, многие авторы вкладываются в сюжет, и сюжет у них более-менее построен. При этом герои, они плоские, они шаблонные, и они не очень сильно раскручены и точно без харизмы. И тогда хороший сюжет, даже очень хороший сюжет, я скажу так, половина книжек, которые не стали бестселлерами, в них очень хороший сюжет. Лучше, чем в тех книжках, которые стали бестселлерами. Но герои не вытянули. Бывает такое, герои не вытянули, не смогли, не справились. Так вот, что такое харизматичный герой в нашем понимании? Харизматичный герой в большей степени состоит не из усиков или каких-то насупленных бровей, как сейчас модно это всё воспринимать. Харизматичный герой состоит наполовину из личной заинтересованности читателя. Вот представьте себе такую ситуацию, что есть брачные аферисты. Брачные аферисты, они интересны только тем женщинам, которые реально хотят выйти замуж. И на них они оказывают магнетическое воздействие. При этом мамы этих женщин, подруги женщин, дети этих женщин, если они есть, какие-то совсем посторонние мужчины видят аферистов насквозь, а для женщин такой вот барьер и туман. Вот это и есть харизма. Харизма брачного афериста. Как только воспринимается наша личная заинтересованность, сразу возникает вот этот вот момент. Или, допустим, такая ситуация. Вот вы, Полиночка, или кто-то из наших зрителей сегодняшних, идёт по лесу полночь, из-за дерева выходит огромный такой двухметровый мужик, такой кабан с бородой. У него, значит, сюртук или там шуба залита чем-то тёмно-красным. Он тащит мешок и глумливо хохочет. Большинство людей тут же убегут. Но если представить себе, что всё происходит в полночь 31 декабря, то это Дед Мороз и никаких проблем. Да, то есть вот Деда Мороза наделяют харизмой какой? Он что-то принесёт в подарок. Я был хорошим мальчиком, значит, я жду прихода Деда Мороза. Дед Мороз воспринимается как позитивный персонаж, хотя без вот этой составляющей он просто страшный мужик с дубиной и мешком, который выходит из леса. Так вот, как выстраивается харизма на самом деле? Харизма выстраивается исходя из интересов читателя. Почему Гарри Поттер выстрелил? Потому что Гарри Поттер рассчитан на детей, которые учатся в школе. Гарри Поттер учатся в школе. В 11 лет у него открылся дар. Все 10-летние читатели сидят и надеются, у меня тоже откроется дар, я буду это читать. Так всё, мега успех, 150 тысяч копий только в первом приближении. Напиши эту же книжку про студентов, которым всё до фени, и студенты не возьмут этот барьер. Или, например, любые другие можно сейчас разобрать, там ту же Анну Каренину, почему она была так популярна в своё время, потому что многие женщины оказывались в подобной ситуации и не могли найти выход. И тут тебе на 600 страниц предлагается 72 варианта выходов, которые ты можешь смотреть, и все зачитывались, и в салонах обсуждали. И сейчас актуально. И это тоже хорошо, потому что женщины продолжают оказываться в подобной ситуации. Нелюбимый муж, любимый не муж, и я такая вся несчастная. Если уж совсем упрощать великого Льва Толстого. Так вот, харизма строится по принципу обычного классического треугольника Карпмана. Тиран, жертва, спасатель. А если совсем просто, муха-цокотуха, паучок-комарик. То есть всегда должен быть какой-то харизматичный злодей, в котором мы заинтересованы, потому что мы тоже этого боимся. Должна быть какая-то жертва, с которой мы себя либо олицетворяем, либо понимаем, что вот с нами рядом живёт кто-то похожий. И спасатель, с которым чаще всего мы себя именно и олицетворяем. То есть я такой прекрасный, я простой московский, ну не знаю там, менеджер из офиса. И если написать книжку, в которой простой менеджер из офиса спасает волшебную принцессу, за которой охотится харизматичный какой-нибудь колдун, прикидывающийся, ну например, депутатам, которых все ненавидят, потому что, ну, априори депутат это что-то ужасное. То вот эта книжка будет иметь больше шансов стать бестселлером, чем примерно такая же книжка, написанная с другими персонажами. И для того, чтобы они вытянули, нужно вот эту харизматичность добавлять прямо вот везде. Если мы говорим о рассказах или о каких-то небольших историях, то вот этой троицы вполне хватит для того, чтобы держать на себе, ну, примерно там 6-7 авторских листов. Если это там двухтомник или 15 авторских листов, потому что я так люблю писать, то тогда нужно повышать. То есть больше спасателей, больше жертв, больше харизматичных злодеев. И что важно, иногда спрашивают о том, как вот понять, что героев уже слишком много и нужно останавливаться. Для этого проще всего взять колоду карт и посмотреть, сколько там картинок. То есть там 4 короля, 4 дамы, 4 валета, 12 персонажей. 12 персонажей вполне достаточно для любого романа, для того, чтобы внутри него все абсолютно связи развязать и чтобы все вышли оттуда в нужное направление. Злодеи получили по шапке, герои получили. Да, хэппи-энд важен. Для хорошего бестселлера важен хэппи-энд. Даже если кто-то один погибнет, как это бывает, например, с Железным Человеком в комиксах Марвел, то все остальные должны выжить и тогда все будут зачитываться и передавать друг другу. Кстати, комиксы. Многие недооценивают комиксы как литературу. То есть все говорят, ну вот смотрите, романы – это романы, а комиксы – это фигня. В комиксах герои зачастую гораздо более проработаны и харизматичны, чем в любом современном любовном романе, типа там «Секретарша» для тирана, условно скажем, для маньяка, для мажора. И в комиксах можно многому поучиться, как короткими, небольшими, правильными вкраплениями этого героя наметить как харизмата, что вот он не просто нас спасет, а он нас спасет, потому что другого спасения просто нет. Там же часто бывает полиция бессильна, власти города ничего не делают, бандиты распоясались, и только Человек-паук. Дальше объяснять не надо. Человек-паук – мега-харизмат, и все его любят. И опять же, почему у Человека-паука гораздо больше шансов по сравнению с другими супергероями быть популярным? Потому что он целевая аудитория комиксов. Он подросток, который учится в школе и ведет тайную жизнь, спасает людей, влюбляется в девушку, не может с ней ничего толком сделать. И большинство читателей именно такие. И мы здесь тоже попадаем и закрываем эту тему, значит, супер-супергерои, которые нам важны. С офигенной харизмой. Дальше, значит, буква Т в слове Стас. Терпение автора. Это очень важно. И это даже не только потому, что нужно делать как минимум три вычитки любого текста. Три почему? Ну, минимум три, потому что в первой мы проверяем все сюжетные несостыковки, в первой мы работаем, что называется, с сюжетом, и пытаемся улучшить то, что у нас не так хорошо связано, пытаемся не ухудшить то, что и так хорошо, и добавляем тех сцен, которых нам не хватает. Второй раз мы делаем читку на предмет факт-чекинга, чтобы у нас не было там, тут ему 10 лет, а через страницу 20 лет. Там глаза зеленые, потом глаза серые. Это бывает часто, читатели это сразу замечают, и поверьте мне, что книжка с большим количеством подобных ошибок бестселлером никогда не станет. Третья читка – это уже, собственно, редакторская вычитка. Язык, стиль, образность и прочие красивости. Если мало метафор добавляем, если много метафор убираем, все правила, которые наверняка на вебинарах вам рассказывали зачастую. Но это вот половина терпения автора. А вторая половина – это терпение не выпускать все прямо сейчас. Я вижу, что на Литрес-самыздате существует такая практика, когда там каждый месяц я выпускаю большой роман на 300 страниц, а раз в полгода еще там каких-то мелочей накидываю. Почему? Ну, то есть мы торопимся, мы часто торопимся что-то выпустить. Пелевин выпускает одну книжку в год. А сейчас вопрос. Это Стас завис или я? Ну, я вот пока себя вижу. Ага. Давайте вернемся на… Ага, Стас, все-таки вы зависли. Давайте вернемся на пару предложений назад. Ну, то есть сейчас меня слышно. Да, сейчас все слышно. А мы вернемся к Пелевину. Да, Пелевин выпускает по одной книжке в год, и эти книжки чаще всего становятся востребованными. Я не скажу, там, каждый из них достойно быть бестселлером, ни мне оценивать. Ну, все-таки Пелевин – это наше национальное достояние. Одно из. Вот. Но то, что в библиотеках районных на него стоят в очереди, это правда, да. То есть вот это тоже один из показателей бестселлеров. Книжки, которые востребованы. А многие выпускают просто книжки там каждую неделю по 100 страниц для того, чтобы, ну, я там в чатике с авторами общаюсь, вот у них вышла новая книжка, а мне и похвастаться нечем, да. Вот подобная практика, она хороша, если вы просто тупо, ну, развлекаетесь на фане, вот я хочу просто сделать, ну, немножечко разных книжечек накидать, чтобы у меня их было 100, например, через 3 года. Ни одна из них бестселлером не станет просто потому, что вы читателя закормили. Он ждет Пелевина, потому что проголодался. То есть, прочитав книгу, допустим, за месяц, он еще пару месяцев живет послевкусием, потом обсуждает ее с кем-то, а через полгода начинает скучать. И да, вот раз в полгода можно выдавать что-то такое, серийное, там, новое и прочие вещи. Но если мы торопимся и выдаем это достаточно часто, то человек к этому привыкает и начинает на это смотреть, как на, не знаю, продавщицу из соседней пятерочки. То есть, он просто не замечает, кто это. Ну, здравствуйте и пошел дальше. А увидев настоящий бестселлер, он прям за него вцепится и скажет, все, я все остальное оставляю и пойду его читать. Поэтому не торопитесь. Это 70% успеха бестселлера не выпускать его прям вот не вовремя. Опять же, что значит не вовремя? Посмотрите, Пелевин всегда выпускается в сентябре, ну, понятно, почему там сентябрь-октябрь, книжная ярмарка, Москва, все счастливы, пик продаж. В августе, в июле кластеры свободны. Там перед книжной ярмаркой на Красной площади в начале июня, да, весь май, ну, тоже вряд ли хорошее время для выпуска. Попробуйте в апреле. И найдя свое место в календаре бестселлеров, вы спокойно будете их с большей гарантированностью выпускать. Но мы сейчас вот расскажем это большому количеству людей. Они все там, например, апрель займут, и апрель снова станет месяцем, куда уже не пробиться. Но пока этого нет, дерзайте, это будет хорошо. Ну, тут как бы с Пелевиным-то тоже выпускаться не очень. Конечно. Поэтому и нужно отстраиваться и уходить туда, где нет Пелевина, где нет нового Лукьяненко. Ну, опять же, где, с кем вы хотите конкурировать? Для кого-то конкурент это Донцова, а для кого-то конкурент это, например, ну, я даже не знаю, свой же чувак из Самиздата, который прямо сейчас выпустил новую книжку. Вот вы его лично знаете, вы с ним в одном чатике сидите. И вот он выпустил книжку сегодня. Вам хочется выпустить книжку завтра, просто чтобы тоже была, чтобы его немножечко умыть. Это большая ошибка. Подождите пару месяцев. Выпустите. Пусть эту начитают. Он уже в нее как бы вложился, он успел раньше, зачем вам торопиться? Терпение. Терпение – это важно. Буква А – это актуальность. Причем актуальные темы – это очень неправильно понимать, что актуальная тема – это та, о которой сейчас говорят. Потому что вот сейчас все говорят о разных политических событиях, но попробуйте выпустить книжку об этом, ее никто не будет читать. В новостях вот так просто. Перегруз. И скорее актуальность будет не в том, что сейчас происходит, а в том, что когда все вернутся, будет совсем другой интерес. Будет интерес читать о тех, кто вернулся с войны и обустраивает новую жизнь. И уже сейчас нужно эту книжку писать, чтобы когда это произойдет, она стала актуальной. Я могу привести в пример волновую активность по поводу фантастики. Вот, например, Марс. В 1800, ну, условно, 70-м году впервые увидели на Марсе каналы, так называемые каналы Марса. И конец 19-го века, начало 20-го – это прям бум марсианских книг в России, которая далека от всяких космических тем тогда была, в Российской империи. Выпускали примерно по 2-3 книжки в год про русский Марс, про студентов, которые полетели, там, и так далее. То есть это было еще до Аэлиты Толстого, это было еще до Бироуза, который написал марсианский цикл. И вот это было время, когда в газетах по чуть-чуть время от времени пишут, сенсация, новая сенсация, снова открыли какой-то канал. И тут же книжке интерес возникает. Потом прошло какое-то время, и интерес к Марсу не возникал. Но после 50-го года, когда американцы начали «Звездные войны» программу запускать, наши тоже в космос начали запускать «Собачек» и всяких прочих спутников. И снова возник интерес к космосу. И даже я вам скажу, что Рэй Брэдбери со своими марсианскими хрониками, это как раз тот самый продукт правильного маркетинга, который помог ему стать мегапопулярным писателем. Он написал сборник рассказов самых разных, которые вообще не были объединены в какой-то роман, просто были, ну не знаю, ворох рассказов. Походил по издательствам, никто не печатает. Потом нашел, к счастью, разумного издателя, который говорит, давай вот так, там у тебя разные планеты, значит, все фокусируем, делаем только Марс, выпускаем как роман, называем это все марсианские хроники, и ты писатель номер один. И так и случилось. То есть Марс везде, и, собственно, вот происходит. Сейчас новая волна интереса к Марсу, потому что Илон Маск, потому что время от времени он что-то запустил, колонизация, марсианин, сначала книжка, потом фильм, все бестселлеры, все, значит, супер Голливуд и прочие вещи. И еще лет 10, наверное, время от времени Марс будет всплывать. Поэтому, если вы фантасты, пишите про колонизацию планеты, не пишите про Луну, пишите про Марс. Условия немножко другие, но бестселлером она станет с большей вероятностью, чем, соответственно, Луна. Так, актуальность может быть запрограммированная, то есть она может быть как отложенная запись в соцсетях. Если вы написали книжку не про события и сиюминутность, а, например, про одиночество, то вот, пожалуйста, одиночество – это такая штука, или любовные треугольники, или, например, взаимоотношения отцов и детей, наследство, семейные конфликты, то, что все так любят. То здесь получается другая история. Мы не можем поймать волну разово, но мы можем поймать волну накопительно. То есть как только происходит какой-нибудь очередной скандал в королевской семье Британии, об этом пишут, там делят наследство, а тут же у кого-то своя такая же ситуация, и на работе только и говорят какие-то коллеги о том, что кто-то долго получает наследство, судится и так далее. У человека это в голове щелкает, 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 потом он заходит, видит книжку про наследство, забирает и читает ее. И так как таких примеров много, и они происходят каждый день, им от нас уже не зависят, то эта книжка станет бестселлером накопительно. Не в какой-то одной фазе, а постоянно. То есть она будет постоянно востребована и будет поддерживать постоянный, ну, скажем так, хороший уровень продаж. То есть, может быть, это не будет сразу там вау, там 150 тысяч, но по несколько тысяч в месяц это может собирать и будет хорошо. Так, переходим к букве С, к первой букве С, потому что у нас их будет две. Да, столкновения и конфликты. Вообще нужно сказать, что столкновения и конфликты это то, что подогревает интерес читателя. Если мы представим себе силу тока, ну, я думаю, что с фантастами всегда просто, они сразу понимают, что такое переменный ток, постоянный, да. Вот плохая книга это постоянный ток. В ней всегда одна сила тока, одинаковое напряжение. И даже если оно есть, оно не вызывает никаких колебаний и, соответственно, является бесполезным. А переменный ток, когда вот сейчас вспышка яркая, потом какая-то амплитуда качнулась в другую сторону, потом чего-то еще, потом сопротивление усилилось. Вот это кайф, это все любят. И как показала практика, сейчас в мире переменный ток на высоте, а постоянный ток, за который в свое время Эдисон беспокоился, ушел в небытие. То есть даже в физике переменный ток лучше, чем постоянный. Соответственно, в литературе работает то же самое. Конфликты – это то самое напряжение, которое нужно. И конфликты бывают трех типов. А первый, самый простой, мы его знаем, конфликт между людьми. То есть люди общаются между собой, у них возникают какие-то конфликты. То же наследство, тот же любовный треугольник, что угодно. И конфликты здесь бывают двух типов. Типа конфликты, когда все правы, ну, вин-вин там, да, хотят, а получается наоборот. И конфликты, когда все неправы. Самое интересное – это не те, где добро побеждает зло, а те, где зло между собой, значит, ковыряется, или добро сражается с добром. То есть представить себе, что, ну, например, история всех книжек Дэна Брауна, она про то, что вот есть некая церковь, как добро, в ней есть тайное общество, которое тоже хочет добра. И есть, естественно, гениальный профессор, который тоже хочет добра, как же без этого. И они все в конфликте, и из-за этого гибнет куча людей, хотя вроде все положительные, нет таких прям совершенных отморозков. И вот конфликты добра с добром – это самые интересные конфликты. Почему? Потому что нам, как читателям, проще олицетворять себя с кем-то позитивным. Я никогда не скажу, что я, блин, сочувствую какому-то подонку. Поэтому, когда зло побеждает зло или добро побеждает зло, я пожимаю плечами и говорю, ну да, что тут такого. Даже если интересный сюжет, этот конфликт не зайдет. А конфликт добра с добром – все, это бестселлер сразу. Это просто вот прям стопроцентная вероятность этого всего есть. Дальше. Конфликт с самим собой. Но это понятно. Совесть, убеждения, детские травмы, комплексы, подавленные чувства. Вот это вообще есть у каждого. То есть, если послушать современных психологов, иногда мы с ними общаемся, и они говорят, что с каждым годом, ну вот как количество людей на Земле увеличивается по какой-то жуткой прогрессии, так и здесь. То есть, количество людей, у которых вдруг выявляются там стрессовые ситуации, панические атаки и так далее, их прям просто… психологи-то радуются, им с этим работать и за деньги. Но мы тоже должны радоваться, потому что это наши читатели. Внутри них у каждого тех самых внутренних демонов, о которых говорил Достоевский, появляется все больше и больше. И, соответственно, ловить их на подобных героев, которые сидит, размышляет, тварь я дрожащая или право имею. Вот сейчас это гораздо проще заходит, чем тогда в 19 веке. Ну, с поправкой на тяжеловесный язык, но вот если прям вот ментально, то это прям очень многие делают подобный выбор, и это хорошо. Поэтому конфликты с самим собой исключать нельзя ни в коем случае. Но самый интересный конфликт – это конфликты с судьбой. То есть, когда мы разобрались с другими людьми и разобрались в себе, обязательно должна вступать судьба и подкидывать нам что-то такое, что просто вот взорвет мозг всем. Объясню. Недавно был такой случай, ну, как недавно, лет 7 или 8 назад. Немецкий пилот забаррикадировался в кабине и направил лайнер в гору Альп, убив 200 человек. Его бросила девушка, он был в стрессе, он, значит, был в конфликте с самим собой, забрал с собой кучу людей. Вот это классический конфликт первого и второго уровня. Если мы представим себе книгу, которую мы про это пишем, она и так-то имеет шансы какие-то напряглеть читателя, потому что все боятся подобных ситуаций. Но представьте себе ситуацию. Он страдал, у него были конфликты с внешними людьми, там кто-то долбит дверь, там он сидит, там между собой у него внутренние конфликты. Он решил никого не убивать, вырулил самолетом, все вроде успокоилось, оба конфликта. И тут стая диких гусей, и он падает по совсем другой причине. И может быть, даже после этого выживает и мучается комплексами. Вот такая книжка с большей вероятностью станет бестселлером, потому что пропущен удар судьбы. И бах, и все. В этом смысле хорошо учиться у такого мастера, как Диккенс. Диккенс, он на ударах судьбы просто все свои книжки строит. А Дженнер еще в какой-то степени примерно так же тоже простроена. Когда вроде-вроде начинает становиться лучше, бах-бах, лучше бах-бах. Но вот эти удары судьбы, они должны перемежаться с подарками судьбы, потому что люди не любят, когда все плохо. Да, бестселлер это нужно, чтобы обязательно была какая-нибудь отдушина, какой-то выход в позитивную сторону, поэтому на один-два таких вот существенных ударов судьбы обязательно нужен какой-то шикарный, такой мощный, жирный подарок, чтобы все немножечко выдохнули и стало хорошо. Так, последняя буква С. Да, моя самая любимая. Смотрите, сатира и ирония. То есть, писать книжку на серьезных щах и думать, что она станет бестселлером, это, ну, нонсенс. Это то же самое, что и постоянный ток. Обязательно должны быть двойные смыслы, какие-то намеки, вот этот вот великий мета-язык, когда мы называем что-то, что понятно только современным читателям или наоборот только читателям из какой-то определенной категории. Обязательно должны быть какие-то пасхалочки, яркие фразы, которые можно вытаскивать на статусы ВКонтактике. Вот я сразу скажу, что большинство людей, которые пишут тексты, заморачиваются сюжетом. Как мы уже обсуждали, это неплохо. Но, заморачиваясь сюжетом, они совершенно не думают о том, какие именно цитаты из их книги заберут на цитаты, на, собственно, статусы, на все остальное. Я думаю, что Лев Николаевич Толстой фразы «Все счастливые люди и семьи счастливы одинаково», они счастливы по-разному. Вот он не зря ее поставил самый первый в роман, потому что он понимал, это истина, которую будут передавать друг другу из уст уста. Кто-то сошлется на Толстого, кто-то нет, но это не важно. Если вы закончили редактуру текста и вас там все устраивает, прям берете красный карандаш, подчеркиваете или обводите места, в которых есть юморок, который вам лично окажется доступным для тех пользователей, для которых вы пишете, и синеньким карандашиком отмечаете, или наоборот, цитаты, которые вам, кажется, растащат именно эти люди на свои странички ВКонтактики и, собственно, сделают вам ту рекламу или приведут к вам тех людей, которые помогут книжке стать бестселлером. У меня была такая ситуация, когда в совершенно малюсеньком эпизодическом рассказе, который вообще никуда не планировался, просто вот, что называется, для публикации в интернете, я написал строчку «Зима, холодно, целоваться стали просто, чтобы согреться, а остановиться уже не смогли». И дальше пошел. И именно эта фраза, ее в первый же там в момент публикации растащили ПВК, она сделала мне продажи этого сборника, потому что, ну, почему-то людям она зашла, хотя я об этом не думал. Сейчас думаю, сейчас уже в каждую книгу вставляю там порядка 10-12 вот таких ярких фраз с каким-то обобщением, осмыслением жизни, опять же, с юмором. Трилогия «Перелетный жених», которая вот этим летом закончена, она почти вся построена на подобных вещах, и из нее натигали уже, наверное, около сотни цитат. Но это сделано нарочно, специально для того, чтобы проверить вот эту теорию, что как это работает. Это работает, поэтому сатира, юмор и вот это внимание к мелочам, это та самая последняя составляющая успеха. Вот если все это вы будете учитывать при написании романа, кроме замысла, сюжета, прочих вот этих вот ваших, того, что вы и так делаете, то вот именно это вам поможет вывести книжку в более позитивные настроения. Так, короткий доклад закончен. Класс! Отдельное спасибо за яркие примеры. Обожаю, когда вот эти образные метафоры, которые вообще остаются в памяти с нами надолго, обожаю, когда они вплетаются в рассказ и в какую-то, возможно, не всегда интересную теорию. Но тут вообще было очень интересно и последний пункт, конечно, тоже стал моим любимым. Я и не думала, что яркие цитаты действительно могут так сильно помочь в продвижении. Круто! На самом деле, еще раз, Та, спасибо большое. Я тут конспектировала немножечко в чатике. Друзья, если вдруг вы что-то пропустили, во-первых, копируйте себе, во-вторых, нас уже благодарят за вебинар, как будто бы это конец. Нет, это только разогрев. Значит, это были основные правила, и у нас еще очень много вопросов и при регистрации, друзья, и вы, я вижу, стали появляться вопросы, если какие-то еще вдруг возникли, задавайте в специальном разделе. Ну, а пока мы далеко не ушли от вот этого понятия бестселлер, и тоже я видела, что начались уже такие волнения, а вот что делать, если все эти правила соблюдены, если, по нашему мнению, сюжет, герои, все вообще отлично, проработано, все замечательно, но все равно книга бестселлером не стала. В чем может быть дело? Смотрите, тут два момента могут быть. Первый момент, если мы говорим про наши ожидания, да, наши ожидания, что вот мы все сделали правильно, и книжка стала бестселлером, это хорошо, а если не стала бестселлером, значит, скорее всего, что-то мы сделали неправильно, либо не ту аудиторию посчитали, либо не на текст ориентировались, либо, например, бывают еще такие нюансы, когда там делает кто-то зеленую, ярко-зеленую обложку и пишет 26 слов в заголовке, да, то есть все вот это соблюдено, но есть еще куча правил, которые важно соблюдать, чтобы тоже было хорошо, красиво, интересно. Не делай зеленую обложку, не пиши много букв, вот как-то так, да, и здесь второй момент, ну, то есть если и это все сделано правильно, то бывают такие ситуации, когда просто, чтобы вы понимали, да, любая система любого жанра, она строится по принципу айсберга, то есть есть 3 или там 10 топ какой-то самых-самых, самая яркая блестящая вершина, потом примерно там от 100 до 500 авторов, которые видны на поверхности, и 10 тысяч авторов, которые под ледяной толщей океана и никогда из нее не выплывут. Скорее всего, вот бывает такое, что, о, актуальненько, если про любовь, давай-ка я про вампиров напишу, 10-тысячная книжка про вампиров может быть продана только если в маркетинге сделать эта 10-тысячная книжка про вампиров и в ней там раскрывается наконец-то впервые там какой-то секрет, тогда да, но если у вас есть сюжет и вы изначально думаете, куда его упаковать, там, главного героя сделать моряком или пожарным, то вот если от этого выбора, от выбора, в какую категорию вы поставите эту книжку, на какую полочку, вот если вы даже на Литрес зайдете, там же все очень просто, вы заходите в жанр, потом поджанры, потом внутри поджанров есть новинки, и зайдя в новинки, вы можете посмотреть, что за последние, например, полгода уже выложено на эту тему, закрыта ли тема. Иногда говорят, вот почему очень трудно сказать какое-то новое слово, например, в религии. Вот написать какую-то новую книжку, религиозную, чтобы всех всколыхнуть, это очень сложно, потому что этим занимаются пять тысяч лет. Пять тысяч лет это создается. Любовными романами занимаются с 17 века, то есть там гораздо меньше вот эта вот подводная часть айсберга. Есть какие-то супер романы современные, которые неожиданно вдруг стали популярны, то есть на самом деле вся литература ужасов, но ей на самом деле, если прям по большому счету, лет 130-140. То есть в ужасах и в мистике новое слово сказать еще можно, но не вампиры. Придумайте свою нечисть, которая вдруг, опять же, харизматичную нечисть, которая всех потрясет, и тогда об этом будут говорить. А я думаю, что всегда есть шанс списать на то, что, а, просто обстоятельства против меня, значит, все куплено, рынок поделен, пробиться невозможно. Уверяю вас, это не так. Скорее всего, если вот готовы работать над книжкой, ее всегда можно посмотреть, сказать, что в ней не так, и если вы готовы переделывать и дорабатывать, то, скорее всего, там второй выход, третий выход будет лучше. Но и самый классный момент, это тот момент, когда вот она сейчас не стала бестселлером, пройдет два года, и, например, на Землю прилетит метеорит, а с ним прилетит какая-то внеземная форма жизни. А вы об этом написали в 2022-м. И они потом спустя какое-то время скажут, вот эту книжку сейчас мы зачитаем до дыр. Такое происходит очень часто, когда, знаете, происходит, например, эпидемия, ковид, и книжка Яны Вагнера вдруг становится снова бестселлером, потому что всем интересно читать про эпидемию. А за два года до этого ну не так интересно было, например. Это очень классно, и я скажу, что отчаиваться, что вот прямо сейчас книжка не стала бестселлером, не надо. Ваша задача соревноваться только с самими собой, каждую следующую книжку делать еще лучше, и тогда, через какое-то время, соблюдая все правила, вы нащупаете эту бестселлерную жилу, в которой вы сможете заходить куда-то вверх. Потому что, ну, те, кто первыми про попаданцев писали, они теперь корифии, старожилы, легенды этого жанра и так далее. А сейчас начните писать про попаданцев, очень трудно хоть что-то зацепить, потому что ты уже там цать какой-то подражатель. Отнесем это тоже вот про то, чтобы не расстраиваться и, возможно, подождать какое-то время, отнесем это тоже к букве Т, к терпению автора. Вот. А еще тоже, друзья, вы, если что, не удивляйтесь. Вот мы когда говорили про, да, столкновение с, так сказать, поворотами судьбы, вот про этот бах, который Стас повторял несколько раз. У меня тут тоже постоянный бах от судьбы. Лампа то загорается, то отличается, когда я не шевелюсь. Так что я сегодня буду мигать, я надеюсь, это никому не мешает. Класс. Ну, и заканчивая тоже эту тему, Стас, а можно ли сегодня получить бестселлер без рекламы? У нас такой наивный вопрос от авторов, но все-таки он уже и не один раз даже. Смотрите, можно, но в какой-то узкоспециализированной теме, например, есть очень много, например, обществ нумизматов, которые редкие монетки разыскивают. И написать какой-то детектив, триллер, шпионский роман, что угодно, связанное с вот этими редкими монетками, как с артефактами или зоной интереса, я вас уверяю, если там будет все написано правильно, то вот это сообщество, которому все это страшно интересно, они будут из уст в уста на всех своих форумах передавать «Смотри, новая книжка вышла» и захватят весь просто тираж своим конкретным интересам. Точно так же, как, например, вот когда мы пишем про авиацию, гражданскую, например, это интересно всем, потому что все мы летаем. Напишите про военную авиацию, и, скорее всего, это не будет интересно даже летчикам, потому что летчики не особо читают книги. Ну, у них есть другие интересы и другие проблемы, поэтому вот скорее нет. Или там «Моряки дальнего плавания». Ну, кому интересно в море взять с собой там десяток книг, там интернета даже нет, не всегда. Поэтому, скорее всего, нет. Но что-то, что является, опять же, редкие монетки, сразу подсказываю, там пока еще нехоженная территория, можно писать, еще можно, еще можно. Редкие монетки, это интересно и обычному читателю, потому что там скажут, там «Дукат Муссолини» существует в одном экземпляре, и за ним идет охота сразу, значит, там итальянцев, французов, немцев, а наш берет и побеждает всех. Какой-нибудь хитрый авантюрист. Все, это практически бестселлер, который сделают люди, интересующиеся монетами. Если вы там сильно накосячите, то может получиться другая ситуация, что вас затравят на этих форумах, потому что вы все переврали, все как бы не... Поэтому если не сильно разбираетесь, то лучше и не лезть. Взять эксперта какого-то. Я всегда за то, чтобы советоваться с экспертами, объяснять им, что я хочу получить от книги, и они сами подскажут, какая монетка это должна быть. Ну или марки, или что угодно, что собирают люди. Вы так уверенно говорите про темы, которые еще не, скажем так, не использованы, или те, в которых уже очень много работ, что у вас стали, видимо, консультироваться по поводу конкретных тем. Например, Андрей спрашивает про взаимоотношения робота и человека этой теме еще меньше лет, чем всем тем, которые мы обсуждали до, но при этом и так уже есть авторы. Вот возможен ли в этой теме поворот? Втерпеный ли такая тема? Почему Азимов стал, например, классиком и вершиной? Потому что он разбил страх людей перед машинами. Он сформулировал законы робототехники, которые мешали роботам нарушать как бы вот это личное пространство людей. Дальше большинство писателей, которые шли за ним, хотели опровергнуть это и в их рассказах, там, у Шекли и у многих других, специально роботы, которые нарушают законы робототехники. То есть это была такая классная игра, которая читателям нравилась. Сейчас точно так же все боятся искусственных интеллектов. То есть искусственный интеллект, можно посчитать, что это продолжение робототехнической темы, искусственный интеллект, начиная со Скайнета и Терминатора, который где-нибудь возьмет и что-то захватит, это тема, которая до сих пор всех тараканит, но давайте ее сфокусируем. То есть как только мы говорим о том, что есть некая лаборатория где-нибудь в Массачусетс, народу неинтересно. Как только мы говорим, смотри, в твоем телефоне есть такое приложение, оно есть у всех, и завтра оттуда вылезет какая-нибудь искусственная интеллектуальная дрянь, которая поработит весь мир. Поэтому, если ты успел разбить телефон в первой главе, дальше ты ходишь среди этих зомби и все. Вот это человек должен, почему здесь харизма срабатывает? Потому что харизма героя или злодея срабатывает, потому что я к нему причастен, я с ним каждый день сталкиваюсь. А самый классный, я вот не помню, по-моему, бельгиец, самая главная книжка Бельгии в том, как маньяк угоняет машину юбера и каждый пассажир, который к нему садится, становится жертвой. Ну, он под чужим именем ездит, там собирает, потом за ним охота идет. Юбером пользуются все, и у них это все вызвало такое да не дай бог. В общем, нужно писать про то, что близко конкретно твоему читанию. То, что отзовется, то, что отзовется. Я это называю харизмой, может быть, это не совсем правильное понимание слова харизма в классическом академическом словаре, по-другому написано, но вот мне проще так. Вот, Анастасия спрашивает, если есть сюжет, но при этом нет тех специалистов, которые помогут, подскажут, направят и укажут на ошибки, как выкрутиться с ситуацией, ведь в интернете информация разная. Кажется, тут про фактчекинг, про навыки. Есть ответ. Тогда смотрите, кого простят именитые эксперты за то, что он, например, залез куда-то не туда. Маленького мальчика, юную девушку, блондинку, которая по умолчанию в этом не разбирается, если главная героиня будет идти методом, то есть, если вы, например, делаете доцента какой-нибудь кафедры прикладной физики главным героем, все, вы проиграли, если вы сами не доцент или не профессор, потому что там точно найдут к чему привязаться. Но если вы делаете дилетанта, то есть, вы дилетант, ваш герой дилетант, и он прям с первой же главы говорит, я вообще не врубаюсь, как это работает, давайте вместе пытаться понять. Тогда эту книжку воспримут на ура все, потому что, во-первых, многие дилетанты и не разбираются в этом, во-вторых, так часто бывает, и почему я тоже, кстати, советую не выпускать сразу бумажные книги, для многих авторов это такой фетиш, я хочу бумажную книжечку, только тогда я настоящий писатель, но вот такие книги, она поживет годик в интернете, ее почитают, кучу комментариев на нее оставят, что так, что не так, вы ее улучшите, вы ее доработаете, и только после этого уже в бумагу, как памятник, значит, все, она забронзовела, ее можно выпускать в мир, пока книжка живет в сети, она живая, подвижная, и в ней можно многое менять, вот такие книжки про дилетанта, который в чем-то разбирается, робототехника, ядерная физика, изготовление жевательного мармелада, я думаю, там тоже столько технологий, которых вот мы даже представить себе не можем, и наверняка что-нибудь накосячим, но вот этот прием всегда выручает. Класс, и правда очень удобно скинуть на того, кого будет сложнее обвинить. Ну или еще один прием, который часто использовал, например, Курт Ванегуд, он создавал какую-то такую реальность, что непонятно, может быть, это во сне происходит, может быть, это пишет человек, вот я читаю его записки, еще не дошел до конца и не знаю, кто это, то есть может быть, это специалист, а может быть, это вообще провокатор и он все врет, а может быть, то есть создание так называемой среды неуверенности, то есть вот такой вот немножко среда неуверенности, что мы не понимаем, что происходит, может это делирий пьяного человека, и в конце это раскроется, и тогда будет вообще страшно интересно, потому что люди любят такие эксперименты с формами, с какими-то дополнительными порталами в другие миры, в подсознание, во все прочие вещи, и это прям очень хорошо. Класс, я предлагаю быстренько пробежаться по тем вопросам, потому что у нас еще целые блоки вопросов, которые задавали при регистрации, смотрите, если мы говорим, вот начинаем с самого начала, и уже проговорили про терпение автора в том плане, что все-таки не стоит выдавать все, да, все самое интересное с самого начала, стоит поддержать интригу, а как лучше начинать произведение, вот как стоит начинать бестселлер, сразу с чего-то захватывающего, сразу вот что-то яркое задать планку, или стоит с чего-то обычного. Хорошо, смотрите, когда, например, говорят там, условно мне говорят, расскажите про свою жизнь, что-нибудь такое, я же не начинаю с того, что первый год я там питался из бутылочки, например, да, это все неинтересно, мы начинаем сразу где-нибудь там, а в 12 лет я проглотил шмеля, о, вот с этого мы начнем наш бестселлер, вообще лучше всего начинать погружать читателя, как и героя, то есть герой и читатель должны быть в вашем мозгу где-то немножечко взаимосвязаны, когда вы говорите, как на это отреагирует мой герой, почти так же отреагирует читатель, и если это детектив, то идеальное начало, он умер на полуфразе, не успев сказать, кто его убил, дальше над телом склоняется герой, сыщик, полицейский, неважно, случайный, прохожий, и начинается сюжет, но мы уже понимаем, что, во-первых, это детектив, есть убийца, убийца жестокий, но не сильно, потому что вот как бы человек еще был жив, то есть сразу создается определенное понимание, где мы, понимание, включился свет, мы понимаем, так, мы в музее пыток, все хорошо, сейчас нас будут пытать, или просто проведут экскурсию, и это очень важно, потому что, ну, в коротких рассказах это уж точно важно, а в больших романах скорее важно, потому что человек, есть такое правило, там, читает, ну, первые 3-5-8 страниц большой книжки, чтобы понять, стоит ли тратить на нее время, если 3-5-8 страниц будет там, начиная, об это писании героя моего Алексея Федоровича Карамазова должен заметить, все, все ушли, потому что, да кто такой этот Карамазов, почему я должен про него читать, век другой, уже по-другому люди думают, уже клиповое сознание и 15 секунд в ТикТоке, поэтому первые 3-5-8 страниц должны быть идеальными, но даже Чехов в своих рассказах применял прием, когда он начинал издалека, а потом просто в какой-то момент вычеркивал первую страницу и начинал со второй, с какого-то места, которое ему кажется наиболее ярким для захода, поэтому только так и только так в бестселлерах. Еще часто в бестселлерах делают такой прием, начинают не сначала, то есть стоим над трупом, а до этого было еще два месяца, и мы про них вам расскажем, в фильмах такое часто делают, этот прием хорош, только если вы умеете им управлять, если вы действительно выдержите все это, то есть создадите интригу и потом по нарастающей, а как правило, если в начале какая-то такая яркая сцена из финала или из кульминации, а потом начинается опять тот же бубнер, что снова начинаются правила трех-восьми страниц. Человек может бросить, чтобы вы понимали, раньше для того, чтобы, ну вот, книжку купил, я ее обязательно прочитаю до конца. Сейчас существует подписка, где за рубль можно вообще ходить и читать все, что угодно. И, ну, как бы до конца не обязательно дочитывать. Человека все время нужно поддерживать. Та самая идея с переменным током. Как только напряжение падает, все, сила тока тоже уменьшается. Надо постоянно это дело подогревать. И существует даже такая теория маятника, существует теория синусоида и всего остального, что постоянно нужно эмоционально читать или вот так вот вот как бы расслабился, напряги, расслабился, напряги. В бестселлерах это работает чаще всего, и если даже взять того же условного Гарри Поттера, то там прям можно посмотреть как в целом в серии, так и в каждой конкретной книге через сколько примерно страниц происходит очередной быдыш. То есть это тоже немножечко продуманная, просчитанная история. И она делится ровно напополам. Первая часть она как бы для детей, вторая часть она уже пожестче для тех, кто повзрослел вместе с Гарри Поттером. И это прям видно, где происходит, в какой книге, на каких главах. То есть это вот такой водораздел. То есть об этом думал автор, несмотря на всю эту легенду, что написалось само собой, а потом стало бестселлером. Конечно думали, конечно просчитывали. Так и надо. Если продолжать говорить про вот этот просчет, как в этом помогает план произведения, вообще как лучше подходить к планированию романов, бестселлера, может быть есть какие-то советы, лайфхаки, как вообще стоит начинать, да, подходить к вот этой структуре. Смотрите, планирование это хорошо, но история с написанием романа это шахматная партия. То есть кто-то играет против нас. Мы можем планировать свои ходы хоть до 64-го, но в какой-то момент на пятом ходу наш соперник съедает коня. И все. А кто играет против нас? Ну, тот же самый гипотетический читатель. То есть многие люди ищут бета-ридеров. То есть они говорят, давай, читай по главкам, рассказывай свои ощущения. Это немножко такой хороший барометр, который помогает видеть, где падают читательские интересы, может какие-то сцены сократить, а какие-то наоборот разъяснить, заняться перестановкой с места на место. Но вам важно просчитывать это все каким образом? Вот есть такое понятие, как шок-контент или шок-приемы. Это все к Паланику и ко всем прочим другим панк-писателям. А есть шок-уловки. Вот шок-уловка это очень классная штука. Это когда вы думаете, как бы поступил герой в этой ситуации. Любой выбор там. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. И первые пять вариантов, которые приходят вам в голову, это то, о чем догадаются ваши читатели, когда вы их к этой идее подводите. Вам нужно их удивить. В начале рассказа или большой книги у вас ссорятся влюбленные и расходятся вот просто в разные стороны. Дальше есть такой соблазн начать новую жизнь. И такое часто бывает. Но если через какое-то количество страничек вернется бывшая и у него начнется метание туда-сюда, это будет хорошо, потому что вы эту уловочку уже заранее наживили. Есть некая женщина, которая ушла и даже если он о ней не вспоминает, она как судьбоносный удар приходит в какой-нибудь 14 главе и все такие вздрагивают и говорят, о, классно, сейчас начнется самое интересное. Я в этом смысле могу порекомендовать очень большой труд. Книжка называется «Легенда о Буллиншпигеле». Написана в эпоху реформации и всего прочего. и в ней очень много сюжетных линий. Но там через весь роман проходит вот эта вот идея того, что инквизиция это плохо, она все время приходит и забирает каких-то людей и начинает их там сжигать на кострах, пытать и прочие вещи. Так вот, инквизиции в этом романе это шок-уловка. Люди живут-живут, не ожидают, что прямо сейчас в дверь кто-то постучит, а они стучат. Подобным образом, когда вы планируете роман, важно не только запланировать драматическую арку героя, как многие любят, не только хронологию событий расписать. Важно прописать, в каких моментах будут вот эти ключевые повороты того, что вдруг является удивительным и шокирующим. У Некрасова, который не только гениальные стихи писал, но и гениальные рассказы, есть рассказ 25 рублей. Он короткий, обязательно его прочитайте. Всю дорогу парню не везет. Вот не везет, не везет, не везет, не везет, не везет. Потом в какой-то момент он приходит на званый вечер, ну тут спойлер, извините, начинают играть в карты. И ему прям начало везти. И он выиграл мега точу денег и застрелился, потому что, ну как бы вот по логике-то все, вот оно поперло и должно же быть сейчас я эти деньги буду тратить и заживу наконец-то счастливой жизнью. Нет. Человеку, которому всегда не везло, счастливая жизнь, по мнению Некрасова, противопоказана. И когда люди ждут, что вот сейчас будет хэппи-энд и катарсис, он просто убирает персонажа. И от этого рассказ приобретает резонанс. То есть то, что говорит, ну нифига себе, как получилось, мы этого и не ожидали. А резонанс это путь к бестселлеру. Класс. Так, у нас уточняют про легенду. Стас, давайте повторим. Что такое легенда? Имеется в виду том, правильно? Да, вы назвали работу, которую сейчас пример проводили. 25 рублей. Легенда о Булиншпигеле. Господи, у меня что-то в голове. Да, да. Легенда о Булиншпигеле это Шарль де Кастер, бельгийский писатель там 1600 какого-то года. Но она классно простроена. Для тех времен это вообще была революционная история. Он примерно как Тарантино поступил с криминальным чтивом. То есть вот если по сюжету и по хронологии это вот именно оно. И просто книжка, которая точно как методичка прям для вот этих шок-уловок вам вполне подойдет. Супер. Ну, мы проговорили и про то, как помимо пяти основных правил бестселлера мы проговорили и о том, как, собственно, делать начало бестселлера, как, возможно, планировать, что спланировать не получится, как делать сюжет более таким динамичным, да, как проверять, что у читателя остается интерес. И, наверное, стоит поговорить еще чуть подробнее про героев. Вообще, вот как сделать персонажи более выделяющимися на фоне остальных? Как, с помощью чего, кроме, например, каких-то речевых особенностей, как выделить и основных персонажей, и второстепенных, как их сделать более интересными? Вот что вообще нам делать с героями? С героями нам делать следующее. Нам искать точки нелогичности. Герои, которые поступают все время логично, это люди, которые предсказуемы, и, ну, если это сериал, серия книг, то это вообще убийство, потому что, ну, просто начинают просчитывать и понимать, как это работает. То есть, Агата Кристи в этом смысле гениальный человек, потому что ее Эркюль Пуаро никогда не ошибается, ну, так принято считать, и при этом он ошибается почти всегда. Как она этого добивается? Она этого добивается путем создания определенных дымовых завес. То есть, он ходит и всем рассказывает, что нужно серые клеточки, и все вот это вот-вот. В какой-то момент его захлестывают эмоции. Человек, который, по идее, логик и совершенно не должен реагировать ни на что эмоционально, реагирует эмоционально, из-за этого все идет на новый круг, как в детективе часто бывает, дополнительные странички, потому что то, про что вот сейчас вот он мог бы, но прошел мимо, и все, значит, пошли на штрафной круг. Я думаю, что нелогичность, то есть, если у вас эмоциональная женщина, которая плетет интриги благодаря своей, там, не знаю, хитрости и всему остальному, и она поступает вот прям вот вообще нелогично, то в двух или трех ключевых моментах она должна пойти прямо так, как вот все логичные люди бы и поступили. Это удивит. Если у вас человек, который все просчитывает и живет вообще без эмоций, то в какой-то момент он должен опуститься на колени и рыдать над голубем, который там раздавлен или съеден кошкой. То есть, как можно больше нелогичных поступков героев делают их живыми. Потому что, как мы уже говорили про роботов, если вы программируете героя на что-то одно и он не развивается внутри, то это плохо. Если вы вспомните, опять же, в упомянутом произведении Достоевского был такой персонаж Свидригайлов, которого все как бы ненавидели, он жестокий, он там девушек соблазнял, воровал деньги, женился ради корысти. В общем, по тем меркам, но хуже него, наверное, быть никого не могло. И в конце он застрелился, потому что устал жить вот таким вот образом. Но что он сделал до этого? Он перевел все свои денежки, накопленные нечестным путем, детям покойного Мармеладова, на то, чтобы их обучили в школе. Об этом в романе ничего не говорится. Но люди, которые прочитали про это, говорят, ага, значит, вот Полина и все эти остальные мелкие мракобесы выучатся. Для них Свидригайлов будет человеком, который дал им счастливую жизнь. То есть вот он такой весь плохой, он отвратительный, он сцена, когда он там на эту муху смотрит, вот это просто, ну, в общем, Достоевский наше все, как и Толстой, как и Пушкин, как и многие другие классики. Но если он сделал такой поступок, он не шаблонный злодей из опереты, он человек страстей, живущий в нашем мире и такой же, как и мы. Мы тоже не живем чем-то одним, мы тоже все время там в этой ситуации. Этому человеку я дам денег, а этому не дам. Почему? Так кто его знает? Нелогичные поступки. Нелогичные поступки делают нас живыми, героев тоже. Здорово. То есть мы смотрим немножко шире, не просто какие-то там словечки коронные, а вот на логику поведения персонажей обращаем внимание. Класс. Ну, и немножко тут на шаг назад вернусь к сюжету. Я пропустила вопрос классный, тоже по теме от Анастасии, насколько быстрая может быть развязка после кульминации и вообще влияет ли это на бестселлер. То есть мы поговорили про начало, а про конец. Что можете сказать? Ну, смотрите, например, что считать финалом, там, условно, в истории про «Властелина колец» там финалов штук шесть, и они идут друг за другом. То есть сначала они бросили кольцо, и на этом можно было бы все закончить. Но нет, там потом еще несколько таких вот финализирующих историй. И здесь вопрос, чего вы хотите? Бестселлером может стать любая книга, в которую человек погрузился, и она ему понравилась. Финал, он может быть как очень коротким, так и очень длинным. Он может отстоять от кульминации через какое-то количество, там, герой провел в коме 30 лет, а в это время что-то еще происходило, а потом он начнулся, и вот он, финал. Это же тоже прием, который часто используют так называемый заторможенный герой. То есть это случилось сегодня, тут его неожиданная вспышка, дальше происходит куча событий, а он-то в это время все еще в той позиции. И выходя из кома, он кричит «Убийца-таксист!» Все, всем сразу интересно, все закончилось. Так вот, не задумывайтесь о том, вот здесь математика точно не поможет. Сколько по объему это должно быть, как близко это должно стоять. Вот здесь нужно почувствовать следующее. Знаете, как говорят, насыщение приходит не сразу, а через каких-нибудь 20 минут, поэтому из-за стола нужно вставать с легким чувством голода. Так вот, с финалами ровно то же самое. Если вдруг читатель переел, и он уже этот финал домучивает, потому что вы его грузите, вот это плохо. Лучше пусть у него останется какой-нибудь малюсенький вопросик, недовыясненный, и он такой будет его задавать вам в комментариях, потом их таких станет 300, а потом вы напишете сиквел, и он тоже станет бестселлером. Вот в этом смысле на объем не смотрим, смотрим только на сколько вы впихнули в читателя информации, которая интересна, которую он съел. Здорово. И возвращаемся обратно к героям. Анастасия спрашивает, что вы можете сказать касательно того, что героев нужно списывать со знакомых. Может быть, не нужно списывать, а многие так делают, мне кажется. Не один раз с этим сталкивалась. Почему проще переписать, чем создать своего? И будут ли выдуманные герои нравятся читателям? Здесь два момента. Каждый человек пишет героев, знаете, есть знакомые, которые просто сами просятся. Ну, то есть, вот они настолько классные, вот если я сижу и думаю, так, хорошо, мне нужен коллежский регистратор в 1899 году, вряд ли я буду брать кого-то из моих знакомых, они просто живут уже по-другому. Но если это современная история, мне нужен, например, такой вот человек, на которого сразу подумаешь, что он прощалыга, а он такой весь красавец и женение изменяет. Я найду среди своих знакомых такого человека и буду опираться на него, потому что так проще сфокусироваться. Но, так как обычный живой человек живет не так интересно, как внутри нашего произведения, мы берем знакомого человека или собирательный образ из 10 знакомых и все равно наделяем его дополнительной харизмой, чтобы он стал в суперпозицию. Потому что скромный бухгалтер или скромный риэлтер это все хорошо. Но мы думаем о том, что ага, давай возьмем такого же рохлю, который в конце возьмет и всех в боулинг обыграет, но мы возьмем его и поместим например в гражданскую войну. И вот он совершенно по другим правилам живет, оставаясь при этом таким же списанным с этого конкретного персонажа. если если речь идет о современных любовных романах, которых много, ну и вообще просто о современных романах, в которых есть любовь, то нам очень часто хочется взять подругу или друга, который изливает свою душу и говорит, представляешь, какая история была, а я вот так, а она вот так, а эти вот так, и мы понимаем, что это хорошая точка входа, а дальше все равно нужно лепить, нужно все время добавлять изюма в эту булочку, чтобы становилось интереснее, поэтому как отправную точку героя можно брать знакомых, но если вот прям списывать их, прям списывать, нет, с другой стороны мы недавно общались с одним писателем, который придумал собственный мир и восемь разных рас, там вообще нет ничего такого, чтобы связывало с современной вот общностью, с какими-то живыми людьми и даже с какими-то примерами из других книжек, можно сесть, заморочиться и выдумать все от начала до конца, здесь вопрос, где будет точка сопереживания нашего современного читателя к этому герою, если вы сумеете ее вложить в синеголового там орангутанга с щупальцами из носа, то скорее всего не потому, что он такой, а по каким-то его моделям поведения, по каким-то его словам, эмоциям и чему-то другому, тогда это хороший герой для бестселлера, если нет, то это просто выдумка, которая уйдет в никуда. Отлично, и у Андрея мне очень нравится вопрос, все-таки в процессе написания историй автор управляет ей или история автором управляет, ведь есть мнение, что главное интересно начать, а потом история начнет сама развиваться и далеко не всегда так, как автор задумывал, и кстати вопрос актуальный, потому что очень многие наши авторы говорят, что вот им история сама приходит, и они уже просто сидят и записывают. Кажется мне, что есть какие-то подводные камни. Есть подводные камни, знаете почему? Потому что это иллюзия, что история приходит сама, и история, которая приходит сама, это вопрос нашей начитанности, насмотренности, на интересованности жизнью, то есть у Чехова были записные книжки, он в них записывал какие-то яркие моменты, мы это все записываем на подкорку. Когда нам что-то история начинает диктовать, скорее всего, наше подсознание просто из нашего вот этого хранилища файлов достает нужные. Чем больше вы общаетесь с разными людьми, чем больше вопросов задаете им о том, что вот, полярник приехал, и вы с ним общаетесь, и вы говорите, что реально все, только водку пьете? Нет. А что едите? Или там космонавта, если есть возможность пообщаться с кем-то и задать ему кучу вопросов, вы их зададите, они уйдут к вам на подкорку и потом когда-нибудь всплывут. Но главный момент здесь в чем? Начинать историю по плану, естественно, по героям, как мы договорились, просто в какой-то момент бывает, случается такое, когда сам писатель становится как бы самочитателем, и история захватывает его настолько, что вдруг появляются фантазийные идеи, которые лучше, чем он раньше запланировал. Вот это очень классный процесс. Это значит, что вы реально оседлали волну и как вот варп-двигатель, то есть вы двигаетесь на нем, не отталкиваясь ни от чего. Постоянно возникающая волна сама вас несет. Это очень хорошее явление, и я вам скажу, что если вы заинтересовались своим же собственным произведением до такой степени, то значит, оно действительно классное. Но вот в этом потоке сознания зачастую возникает как раз много воды. И те места в романе, которые вы написали, как будто бы вам кто-то подсказывал или водил за вас вашей рукой, вот их максимально нужно потом сокращать, выбрасывая оттуда то, что вы сразу не могли выразить вот в этом моменте, в этом ресурсе, вы сразу выразить нормально не могли и писали многословно, и лишь бы вот запомнить и поймать эту концепцию. А потом, когда вы это сделали, вот именно эти места максимально там хотя бы на треть, но сократить и будет вообще просто эксцелент. Просто супер. Супер, спасибо большое вообще за все такие подробные ответы. Мне кажется, ну и не только мне кажется, я по комментариям, по чату, по разделу с вопросами вижу прекрасные отзывы, и вообще вас спрашивают, нет ли у вас курса, как написать бестселлер, потому что кажется вот уже этот вебинар может стать основной. На самом деле у нас есть целая литературная мастерская краткости талантов, в которой мы не занимаемся теорией, мы занимаемся именно практикой, то есть человек приходит с идеей или с текстом, и мы работаем, чтобы довести это до состояния бестселлера. Это, пожалуйста, есть, приходите. Но я вот что-то вижу, смотрите, какая штука. Очень важный момент, что писатель, когда он пишет, вот главное, что нужно понять, он вообще не совершает ошибок. Если вы написали книжку, и она вам нравится, но она не стала бестселлером, это не значит, что вы сделали свою работу зря. Часто бывает, что вот для кого-то мерилом успеха является бестселлер, миллион долларов заработанный там, или хотя бы рублей, или что-то еще. Вот поверьте, людей, которые начали и бросили, ну это тоже как айсберг, их сотни тысяч. Если вы начали и закончили, вы уже герой. Вот мой личный персональный герой, то есть вы уже все сделали правильно. А дальше уже вопрос, как с этим работать, чтобы это стало бестселлером. Но все, кто пишет и дописывает до финала, да еще и говорят, там кульминацию прошли финал, то есть все, вы уже молодцы, я в этом смысле нисколько не сомневаюсь, что вы пишете хорошие произведения, а довести их до бестселлера, ну давайте будем верить, что эти приемы вам помогут прямо вот скоро. Супер. А если мы говорим про, ну вот Алексей спрашивает про героев в нонфикшене, как сделать их интересными. Возникают у меня сразу вопросы насчет героев в нонфикшене, то есть скорее это какие-то примеры из жизни, наверное. Есть на самом деле ответ, просто по своей первой профессии я в свое время работал на радио и сделал, как-то подсчитывали тысячу интервью. Вот интервью с людьми это момент, когда люди в интервью, это как раз и есть герои нонфикшен, то есть это те люди, которые существуют вокруг. Очень трудно разговорить с человеком, когда человек находится в состоянии коридора. То есть он сам для себя решил, что вот я буду действовать только об этом и больше ни о чем. Из этого коридора нужно выводить. Например, королева Великобритании, Царство Небесное. Про нее за все эти годы написано очень много всего, но каждое ее конкретное интервью, реакция, слово или что-то еще на вес золота, потому что она дает их мало. И если бы, представьте себе, ладно, любого политического деятеля, которому вы можете задать только один вопрос. Вот большинство людей почему-то начинает задавать вопросы, а читали ли вы Ганди, а что вы думаете о мире и так далее. Самый нетривиальный вопрос, ну, например, а вы после того, как покушали бургер в зубах, зубочисткой ковыряетесь или делаете из бумаги такой вот, знаете, такой вот этот и вот им. то есть раскрывать в нем не функцию, а человека. Если мы сумеем раскрыть в герое нон-фикшн его человеческие качества, причем я сейчас пример привел, конечно же, трэшовый, но направление правильное, да, вы можете найти в этом человеке, я рекомендую вам на самом деле найти в в ютубе Даниил Гранин в 71-м году в рубрике «Писатели у микрофона» рассуждал о том, как писать производственные романы, как взять героя, который делает цемент и наделить его человеческими качествами. Вот это как раз, вот это как раз про него, про нон-фикшн персонажа. И человеческие качества, они не в том, что делает человек в нон-фикшн, а что происходит в промежутке. Вот если вы героя нон-фикшн, вы видите в состояние, вот я сейчас при галстуке и спикер, а потом я пойду и буду пить мятный чай. Вот сходите с ним на мятный чай и это тоже принесите в книжку. И вот это сделает книжку бестселлером, потому что вы покажете человека труда, человека идеи, человека логики в нетривиальном, опять же, вопреки логике, в нетривиальном окружении или в нетривиальной ситуации. Класс. Я присоединяюсь ко всем, кто пишет в чат благодарности. Огонечков мало. Друзья, давайте справлять ситуацию с огонечками, потому что, спасибо, это хорошо, огонечки всегда гораздо приятнее. Посмотрите, просто пожар вам тут устроили, друзья. Класс. на самом деле, мы проговорили действительно очень много всего. И не важно, что мы заявляли изначально всего лишь про пять секретов бестселлера, мне кажется, сегодня их было просто сотня. И да, друзья, запись этого вебинара будет, она придет вам на почту, будет выложена в группу ВКонтакте и на Ютуб. Я вам, давайте еще раз сейчас ссылочки полезные скину, где можно будет найти все-все-все. и я думаю, что сегодня было столько полезной информации, что нужно заканчивать для того, чтобы ее все переварить. Стас, вам огромное спасибо, действительно, было очень и очень полезно. Зовите, всегда приду, пообщаемся, интересно, конечно. Здорово, я даже, я так чувствую, что вы еще не все сказали, что знаете, и далеко не все, поэтому можно придумать даже еще какую-то тему для вебинара. Друзья, вы тоже пишите свои пожелания. Спасибо вам, зрителям, за такую вовлеченность, за такое количество вопросов. Сейчас благодарности пишут и в чат, и в раздел вопросов. Мы хорошие, всегда, всегда рад помогать. Да, писатели – это комьюнити, которое должно держаться друг за другом. Мы не конкуренты, мы коллеги. Это всегда правда. Здорово. Ой, прям приятно. Приятно было и слушать, и наблюдать за реакцией. И жалко, что сегодня не пятница, да, так было бы совсем. Действительно, ну ничего страшного, до пятницы тоже доживем. Друзья, еще раз всем большое спасибо. С нами сегодня был Стас Бабицкий. Просто в начале чата там ищите те самые правила по аббревиатуре Стас. Это вообще, мне кажется, было шедеврально. И еще раз всем спасибо за вашу вовлеченность. А вам, Стас, отдельно спасибо за вашу экспертизу. и... Стас Бабицкий,